Нам предстоит вместе возродить былую славу республике Коми. Надо лишь активнее принимать участие в развитии своих территорий, только сообща мы в состоянии сделать наш любимый край благодатнее и счастливее, заявил Сергей Гапликов на общественных слушаниях по программе развития Сосногорского района. Жители муниципалитета представили самые перспективные проекты. Это программа газификации населенных пунктов, строительства спортивных объектов и дорожного полотна. Татьяна Супряткина подробнее. К общественным слушаниям по развитию муниципалитета жители района подготовились основательно. До этого программу обсудили в трудовых коллективах и на встречах с активистами, а потому в выступлениях звучат уже конкретные предложения, на что надо сделать упор в ближайшую пятилетку. К слову, Сосногорск самый перспективный муниципалитет республики. Его удачное расположение в самом сердце промышленной и дорожной инфраструктуры открывает большие возможности. Муниципалитет и сегодня один из самых динамично развивающихся. За последний год поступления в местный бюджет увеличились на 51%. Не стоят на месте градообразующие предприятия. Так, Сосногорская ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией соседние Ухтинский, Вухтыльский и Тройско-Печорские районы, за год увеличила мощность почти на четверть, а выработку электроэнергии в 40 раз. Газоперерабатывающий завод крупнейший в России, производитель углерода, единственный на северо-западе по комплексной переработке природного газа. Социальное партнерство района с крупнейшими предприятиями имеет зримые результаты. Мы сегодня находимся в дворце культуры, который встроился при активной финансовой помощи Павлу Гойлову. Понимаете, мы подписали большое соглашение с Владимиром Юсуфовичем о том, чтобы, конечно, в нашей республике жилось комфортнее, жилось более обеспеченно. И в этом плане, конечно, они очень активно помогают развитию социальной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, это детские спортивные площадки, культурно-оздоровительные центры, это, конечно же, и объекты культуры. Газификация района сегодня одна из приоритетных задач. Муниципалитет вошел в региональную программу на 16-20-е годы. Размер инвестиций 15 миллиардов, 8 из них деньги Газпрома. Газпрома Юсуфовича районная программа на 16-20-е годы. Газпрома Юсуфовича районная программа на 16-20-е годы. Строительство новых и ремонт действующих дорог решит сразу несколько задач. Туризм выйдет на новый уровень, объемы грузоперевозок увеличатся. А делать дорожные покрытия будут из своего материала. В поселке Ираюль планируют построить новый асфальтобетонный завод. Это в разы снизит нагрузку на местный бюджет. Железнодорожные сообщения тоже в планах модернизации. Два дня назад у нас была встреча с руководителем Северной железной дороги Сергеем Сеченковским. Мы в очередной раз сбили наши планы, приоритеты. И после Княжьего ГОСТа они переходят на строительство железнодорожного вокзала в Сосногорске. В Сосногорске будет одним из центров развития железнодорожной инфраструкции. Еще одно предложение на слушаниях вызвало одобрение зала. Речь о жилье для молодых специалистов. Я предлагаю еще внести в программу развития строительства, но для того, чтобы наши родственники действительно после получения образования в других городах, в столице, в наше большое будущее возвращаются в наш прекрасный город, в том числе и в наши школы. В Сосногорске будет построен и новый бассейн. Его здесь ждали десятилетия. И вот на уровне республики принято решение о выделении средств. И начаться строительство бассейна должно уже в этом году. По итогам слушания глава региона не скрывал гордости за сосногорцев и их планы. Мы теперь будем равняться на Сосногорск, на объекты культуры, которые должны быть практически такого же басса, такого же содержания в других городах и районах. Поэтому спасибо вам за то, что вы формируете стандарты возрождения культуры в республике. Татьяна Супрятина, Павел Щеглов, телеканал Юрген, Сосногорск.